Продолжаем матч с Румыном. Снова дебют Рэти, тот же самый вариант. Партия закончилась ничью, предыдущая белая партия, но мне грая жаловаться на итоги дебюта. Был комфортный, небольшой перерез, да, и мой соперник уклоняется первым. Как раз таки структура Бадерна и Винони. В вопросе здесь играет то, что пешки на Е5 у черных нет. То есть я могу сыграть что-то вроде 2-3, и здесь кунь Е5. В целом, обычно размян одной пары легких фигур в структуре Мадерна не выгоден для той стороны, у которой меньше пространства, то есть в данном случае для белых. По той причине, что... Ну, как раз таки у белых меньше пространства, размены выгодны в стороне, у которой пространства мало. Ну и плюс, для трех фигур легче найти стоянки, чем для четырех. Слон Д7, впрочем, я уже начал повторяться на Слон Д7, в черных хотят пойти Слон С6. Очень интересно, сыграл мой соперник, если я сейчас этого слова поменяю, то белые могут забыть о перевесе. Ну, хотят в такой редакции, может быть, какие-то шансы сохраняться. Слон С6, да, С6 это сильнее, чем Ферз Б3, конечно. Ну, делать нечего, пробую кунь Д2. Надо развиваться, у нас он же 2, Ферз Б6. Структурно у белых ходов все неплохо. Но, если перерез, конечно, большой вопрос. Кунь Д7. Белый слон на Ф4 расположен не идеально. Ну, собственно, и на этом можно поставить точку. Как нормально продолжить предложение. Не выходит. Кунь Д7, соперник хочет пойти к Кунь Ц5. Но впадая на пешку, и плюс грозит, что там будет лишь Ж5. Да, видимо, придется играть Кунь Б3, но в этом случае все равно Кунь Ц5. Мне придется брать, выправлять сопернику структурно. Ну и, конечно, перевес. Здесь у белых быть не может никакого. Скорее, перевес может быть у черных. Если удастся надвинуть эти пешки. Ладно, сыграет Кунь Д2, потом Ф4, Король Ф3. Времени уже на минуту меньше. Так, с ладьями на Ф4 надо считаться с ладьями Б6 и ладьями Б3. Ну, сначала активизирую короля. Ф6. Ладьями Б1. И, попытаясь надвинуть королевский фланг, в целом, у белых не должно быть сильно хуже. Но уж точно не лучше. Е5 я не уверен, что правильное решение. Появляется вот эта идея с Ф4. И, если сейчас черный возьмут, то у меня активные фигуры. Если не возьмут, то там была бы слабость на Е5. Я думаю, что взять это правильное решение. Ну, попробую Б1 переставить на... Так, король Ф7. Это же логично. На Д5 мой король пока не идет. Ладно, тогда отведу его назад. Не уверен, что было правильное решение. Даже, скорее всего, это было неправильное решение. Слон Д6. Слон Д6 достаточно приятно, потому что теперь они появляются в полях вторжения по линии Е. Да, до ладью, поэтому соперник меняет. Наверное, поменяю вот так вот. Мне кажется, что прячь на Эйдшпиль плохой для черных. Прячь на Эйдшпиль лети нельзя. Но я буду, конечно, приветствовать, если мой соперник решит по-другому. Потому что владельник, владелья Е2, владелья Е2, нет никаких проблем. Ну да. Мне кажется, даже такой опечный, что для черных не очень хорош. Попытаюсь сыграть на победу, хотя у меня всего 26 секунд. Пытаюсь задвинуть пешку на А6, должно быть выгодно. Догнал по времени. Задвинул таки пешку на А6. Приятно, но... Что дальше, все равно непонятно. Да, надо что-то делать. На К3, на К3, на К3 нет. На К4. Стоило, допускать, наверное, размен в этой редакции. Но теперь я передал темп. Это все равно ничего не дает. Да, сыграю Ж5. На тебе Е5. Заберу, сыграл где-то С7. Шах. Где Д7. Шах, шах. Шел. Забавная картина. Ну, думаю, по крайней мере, это было интересно смотреть, но качество игры, конечно, в конце оставляло желать лучшего. АК, всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok.